Наши и склады, и мосты, и дороги Собственным кровным своим дорожа Встаньте в караул бессонный и строгой Сами своей республики сторожа Первый оперативник Его по праву можно назвать головным отрядом 9-тысячной армии измайловских дружинников Добровольно взявших на себя заботу Об охране общественного порядка в своем Первомайском районе столицы И вовсе не случайно ребята из отряда Избрали своим девизом эти три слова Долг, мужество, энтузиазм Они подкреплены всей работой дружинников Структура отряда армейская Рота, взвод, отделение В отряде 500 народных добровольцев Добрую половину из них составляют коммунисты Столько же инженерно-технические работники Организует деятельность дружинников Штаб со своими отделами Индивидуальной профилактической работы Научно-техническим, службы, специальным, информации и школы Во главе отряда Стоит командир Со своими заместителями Оперативный отряд Создан первомайским райкомом КПСС Который и руководит всей его работой А это дежурная часть Куда дружинники приводят всех задержанных В комнате всегда образцовая чистота и порядок Не раз замечено Что такая обстановка Спокойный и вежливый тон наряда Быстро охлаждают пыл Даже самых задиристых Помощник дежурного отдела оперативного управления И дежурный контрольно-пропускного пункта На своих обычных местах Назовите, пожалуйста, вашу фамилию Имя, отчество, адрес По которому живете Предлагает помощник дежурного Документов у задержанного Назвавшегося Петровым Разумеется, нет Но проверить правильность его ответов Несложно и без них Достаточно связаться по внутреннему селектору С дежурным отдела оперативного управления отряда Он запросит центральное адресное бюро Дежурят по отделу оперативного управления Члены штаба Или наиболее подготовленные Опытные командиры взводов Ведь им приходится самостоятельно решать И довольно сложные вопросы Вот автопатруль Сообщает, что находится в 44-м квартале Неспокойный участок В штабе хорошо известен каждый уголок Где обычно группируется Хулиганствующий элемент этого квартала Дежурный отдает автопатрулю распоряжение Проверить эти места Все служебные разговоры Фиксируются на магнитофонной ленте В специальном разделе кассеты В другом разделе Записан текст общего инструктажа наряда Распоряжения, приказы И оперативные сводки А в третьем Оперативная информация Командира дежурного взвода Своему преемнику Бумажная переписка сведена на нет И в то же время Обеспечен строгой контроль И самоконтроль Сразу видно Дружинники отряда Понимают толк в технике Умело используют ее в своей работе Научные методы борьбы С нарушениями общественного порядка Вот главный секрет Успехов первого оперативного Кажется ничем не примечательный стенд С расположенными в верхней части цифрами От единицы до тридцати одного Они обозначают числа месяца Слева под словами Задание на 1969 год Вертикальные надписи Срочно и квартал Внизу во всю длину щита Металлическая полоса с ячейками И надпись Индивидуально профилактическая работа Центральная часть стенда Разбита на квадраты С небольшими отверстиями Для сигнальных кнопок Все предельно просто Но этот стенд в сочетании С картотеками кварталов и персонального учета Злостных нарушителей общественного порядка И есть гордость отряда Умная система непрерывного Оперативного планирования Или как ее называют здесь СНОП Ее разработали и своими руками Изготовили энтузиасты отряда Как же она действует В картотеку персонального учета Которая хранится в комнате дежурного по штабу Вливаются в алфавитном порядке Карточки, заведенные на всех злостных нарушителей Общественного порядка Каждая из них Имеет свой номер В нее записаны все проступки подопечного О которых стало известно дружинникам И какая работа с ним проведена Во второй картотеке Находятся карточки, заведенные на каждый квартал района Они также пронумерованы В них записаны границы квартала Наиболее беспокойные места Фамилия участкового Уполномоченного милиции Адрес ЖЭК И все нарушения, совершенные в этом квартале За последние годы Здесь же указан характер этих нарушений Где, когда и кем они допущены Такой учет Позволяет измайловским дружинникам По-научному вести борьбу За крепкий порядок в своем районе Вот как это делается В конце каждого месяца Члены штаба анализируют По картотеке кварталов оперативную обстановку Они отбирают карточки неблагополучных участков И закрепляют на стенде в секции Задания на 1969 год Указатели с их номерами На указателе более мелкими цифрами Обозначено отделение милиции На территории которого находится этот квартал Обычно таких кварталов набирается 15-20 Из этого количества Определяется особо неблагополучное Против указателей с номерами последних Зажигаются лампочки Такие участки составляют Примерно половину общего числа Неблагополучных кварталов Им будет уделено особое внимание дружинников Одновременно Выписываются номера карточек Наиболее злостных дебоширов Определяется очередность И периодичность работы с ними Пластинки с номерами Отобранных карточек Вставляются в ячейки секции Индивидуальная профилактическая работа Это значит, что в такой-то день Старший автопатруля Должен побывать у данного лица Дома Если дома его не застанут Пластинку с номером Переставляют в ближайшую Свободную ячейку Не сегодня, так завтра А встреча дружинников Со своим подопечным Обязательно состоится Но вот из центрального адресного бюро Сообщили домашний адрес Задержанного за дебош Петрова Подтвердили сведения Которые он дал о себе В дежурной части Об этом дежурный по штабу Тотчас подставил в известность Своего помощника Разыскав в алфавитной картотеке Карточку с фамилией Петрова Помощник дежурного Установила, что он уже задерживался 15 мая прошлого года За сквернословие в общественном месте А 7 июня За распитие водки Прямо в магазине Об очередном нарушении Петрова Будет внесена запись в его карточку Влитую в картотеку Злостных нарушителей Общественного порядка И в книгу службы Аналогичная запись Производится в алфавитную картотеку И книгу задержанных Окончат дежурство Пора подвести итог Кандир взвода Обакает информацию О нарушениях общественного порядка Полученную от дежурных по штабу И патрулей С помощью сигнальных кнопок Отражает на стенде Сложившуюся оперативную обстановку Против указателей Тех кварталов Где нарушения не было Вставляются небольшие зеленые кнопки Каждое нарушение порядка Отмечается оранжевой кнопкой С условными обозначениями По нанесенному на кнопку рисунку Можно определить вид Допущенного нарушения Заступая на следующий день на дежурство Очередной взвод будет иметь перед собой Четко сформулированное задание Дружинники возьмут под особый надзор Те участки Где накануне и в предыдущие дни Были нарушения порядка Добавим Что оперативная обстановка Ежедневно отражается Не только на стенде Но и в журнале службы В течение месяца В систему могут быть включены Новые неблагополучные кварталы И выведены из нее Те, в которых обстановка нормализовалась В конце месяца Стенд фотографируют Для последующего анализа И обобщения Систему непрерывного оперативного планирования Дополняет светофлан района Он дает наглядные представления О расположении в зоне действия Отряда отделений и постов милиции Штабов добровольных народных дружин А главное О состоянии оперативной обстановки И ходе выполнения плана По обеспечению должного Общественного порядка Для обмена письменной информацией В отряде оборудованы Почтовые ящики На каждый взвод по одному И они входят в систему СНОП Облегчая и упрощая связь Между командирами взводов И штабом Система непрерывного планирования Требует от дружинников Настойчивого совершенствования Специальных знаний Занятия в школе самбо Где старшина милиции Василий Власов Щедро делится знаниями Известных ему болевых приемов Всегда проходят При полном сборе группы Не исключено Что наставление сотрудника милиции Придется вспомнить Не только в учебном классе Немало полезного для практической работы Получают члены оперативного отряда В своей юридической школе Здесь выступают работники суда Прокуратуры Милиции Маститые ученые московских вузов Не первый раз встречается с дружинниками Доктор юридических наук Профессор Михаил Павлович Шаламов Учатся измайловские дружинники Многие учатся теперь и у них Заимствуют опыт их работы В доме по заводскому проезду 20 Где находится штаб отряда Побывали участники семинара Заведующих отделами административных органов Обкомов, крайкомов И ЦК Компартии Союзных Республик Они в деталях ознакомились С практической деятельностью дружинников Измайловскую дружину посетили Министр внутренних дел Союза СССР Генерал-полковник Николай Анисимович Щелоков И члены коллегии Они высоко оценили Самоотверженный труд Мужество И энтузиазм дружинников Оперативного отряда Приняты меры по распространению Положительного опыта Их практической деятельности И дальнейшему улучшению Взаимодействия милиции С народными добровольцами В связи с десятилетием создания Добровольных народных дружин В помещении штаба отряда Состоялось заседание Коллегии Министерства внутренних дел Союза СССР Дорогу в штаб Первого оперативного отряда По охране общественного порядка В Первомайском районе Уже знают многие делегации Зарубежных друзей Работников органов внутренних дел Братских социалистических республик Сделано немало О путях дальнейшего совершенствования Работы отряда Подается команда «Равняйсь! Смирно!» Звучат слова «С этой минуты мы приступаем к исполнению Обязанностей по охране общественного порядка На территории Измайлова» Ежедневно ровно в 6 часов вечера В штабе отряда проводится инструктаж Дежурного взвода Как правило в нем участвует Руководящий работник отдела Или отделение милиции И каким бы сложным и трудным Не было задание Дружинники Первомайского оперативного Выполнят его по-боевому Выступая на общегородском собрании Московских дружинников 20 марта 1969 года Министр товарищ Щелоков сказал Если бы все городские И районные отделы милиции Организовали наружную службу так Как она организована штабом народной дружины Первомайского района города Москвы То мы без всякого сомнения В самое ближайшее время Значительно подняли бы уровень Всех наших низовых милицейских аппаратов В борьбе с преступностью Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok